Так, мое личное мнение, если вам нужна ТВ-приставка для игр, лучше купить PlayStation TV. PlayStation TV Plus легко прошивается, очень много игр уже, все работает просто суперкрасиво, по графике почти что Xbox 360. Если вы хотите смотреть фильмы, подключать IP-телевидение, стримить что-нибудь, я вам рекомендую купить ТВ-приставку Xiaomi, тем более она не так же есть игры. Привет всем, мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир, сегодня у нас обзор Android TV-приставки от компании Xiaomi, которая называется Mi Box. На базе у вас Android TV, а именно шестой версии операционной системы Android. И я обещал этот видеовыпуск, снимаю его спустя неделю. Все, кто уже купил, смогли приобрести эту ТВ-приставку за 4000 рублей, минус скидка, предоставляемая по нашему купону. Всего купонов было 500 штук, так как я официальный партнер онлайн-магазина Gearbest, то у вас по-прежнему есть возможность приобрести данную ТВ-приставку со скидкой. Итак, давайте приступим. Здесь у нас на борту находится 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, ускоритель Mali-MP450. И по сути, эта ТВ-приставка является почти что точной копией моего старого смартфона Nexus 5 2014 года. Единственное, что там стоял процессор Snapdragon. И на минуточку сразу всех тех, кто будет говорить, что по железу данная ТВ-приставка слабая, я в принципе с вами полностью согласен, если бы не один факт, что есть две категории Android-ТВ-приставок. Это геймерские ТВ-приставки, допустим, за авторством компании MadCats, либо компании Nvidia, но это уже ценник выше 20 тысяч рублей. И повседневные для обычных пользователей, для которых важен онлайн-стриминг, просмотр фильмов в формате 4К, удобство использования, простота, ну и возможность поиграть в простенькие игры, вроде Modern Combat 5, Asphalt, Minecraft, либо Dead Trigger и куча других, которые выпускаются для умных телевизоров. Привет Sony, которая выпускает ТВ на Android-ТВ. Ну и в принципе вот обладатели таких простеньких ТВ-приставок. И еще один момент, многие об этом не знают, многие писали мне после анонса в группу ВКонтакте, чем отличается Android-ТВ от обычного Android. Это очень важный момент, то есть почему эти ТВ-приставки предпочтительнее? Потому что есть три версии операционной системы Android. Android, который ставится на смартфоны и планшеты, Android Watch, который ставится на умные часы и Android TV. То, что вы видели от компании DNS, из авторства компании Dexp, Execue и прочие, допустим, в кавычках, подделки, либо то, что присылают из Китая, это обычный Android, который стоит на вашем смартфоне. Единственное, что к нему в комплект доложили, какой-нибудь Bluetooth-пульт, который работает по принципу 4 кнопки, это вверх-вниз, влево-вправо, кнопки навигации, кнопка подтверждения и кнопка назад. В некоторых случаях есть кнопка меню и, в принципе, все. Android ничем не отличается от того, что у вас в смартфоне, включая такие приложения, как контакты, сервисы Google ненужные с определением местоположения и прочее, прочее, прочее. Android TV – это очень облегченная версия операционной системы Android, то есть все ненужные службы, которые работают в обычном телефоне, здесь отключены. Отсюда такая высокая скорость работы и такие низкие системные требования к железу. То есть, представьте себе, телевизор от Sony с ускорителем NVIDIA Tegra – это еще плюс 15 тысяч к стоимости телевизора. Нет, никто этого делать не будет. Это обычные TV-приставки для обывателей. То есть, то, что сейчас, может быть, немножко интерфейс подлагивает, обратите внимание, у меня происходит демонстрация экрана, стриминга всего происходящего на TV-приставке на мой компьютер. То есть, для того, чтобы я впоследствии мог смонтировать нормальный видеоролик, у меня просто нету карты захвата. И приходится выкручиваться таким вот образом. В принципе, я уже перечислил технические характеристики данной этого приставки. Если кому интересно, я приложу скриншот тестов Antutu синтетически, если вы хотите помериться с попугайчиками и сравнить производительность. Но я могу сказать, что очень и очень похоже на 5-ый Nexus. Единственное, что 5-ый Nexus все-таки был побыстрее. Но не забываем о тот факт, что здесь все-таки TV. И чем отличается, допустим, многие тоже, может быть, этого не знают, чем отличается Modern Combat 5 от версии Modern Combat, допустим, на Android-смартфон. Здесь по телевизору графика чуть похуже. То есть, видно, что добавили мыльцо. Это для того, чтобы на большинстве TV-приставок игра работала комфортно. И первое, что бросается в глаза, когда вы ее скачиваете из Google Play, вам сразу говорится, сейчас я перефокусируюсь, вам говорится, что да, для той или иной игры требуется не только пульт, но и игровой пульт. И под игровым пультом подразумевается какой-нибудь контроллер типа Xbox One S. То есть, управление как на обычных консолях, и у вас просто появляется в меню настройка управления, непосредственно геймпад с раскладкой под ваш метод управления. То же самое касается асфальта и других игрушек. Ну, давайте мы запустим Dead Trigger. Покажу вам, как он работает. Да, еще один маленький момент. Вот вы видели, что у меня быстро запустилась игра. В отличие от обычного Android, здесь все приложения переходят в режим как бы сна. И, в принципе, пока у вас хватает оперативной памяти, у вас все ваши игруйки, все ваши приложения работают в фоне. Из-за этого запуск происходит почти мгновенно. Но это как бы и на обычном Android работает. Но, к примеру, мой телевизор от компании Samsung на их Smart TV на самом деле сильно уступает производительности. Потому что там может быть запущено только одно приложение, а здесь же несколько. Итак, давайте немножечко поиграем в Dead Trigger. Я просто хочу показать, что из себя представляет производительность данной приставки. И не забывайте, что у меня, еще раз говорю, параллельно стримится картинка на мой компьютер. Это накладывает определенные обстоятельства, определенные ограничения по скорости работы. И, в принципе, почему так мало говорю про ТВ-приставку? Ну, тут что о ней можно сказать? Она маленькая, удобная, в комплекте пульт. Работает очень быстро. Но, по сути, это не достоинство ТВ-приставки от компании Xiaomi, а это особенность операционной системы Android TV. Я про Android TV сниму отдельное видео. И, допустим, другие ТВ-приставки, которые вы покупаете, они по железу не шибко-то отличаются. Просто меня Xiaomi привлекает своей ценой. Но 4 тысячи рублей – это очень мало. Это, в принципе, вот тут у меня сбоку находится PlayStation TV, которая стоила 3,5 тысячи рублей. Вот PlayStation TV – это устройство для игр, реально для гейминга. А это, все-таки, в первую очередь для стриминга. Итак, мы с вами играем в Dead Trigger 2. Автоматические настройки выставились на минимум. Вот так вот это все выглядит. То, что подлагивание, это я смотрю, подлагивание на компьютере – это все из-за стриминга. Так что это не заостряйте свое внимание. Итак, играю на контроллере Xbox. Получается, в One S. Сейчас сделаю немножко погромче. И расскажу вам, то есть, какие у вас могут возникнуть трудности, наверное, или даже моменты замешательства, если вы посмотрите обзоры других видеоблогеров, которые выходили, к примеру, полгода тому назад, может, чуть-чуть раньше. Все дело в том, что они говорили о том, что Modern Combat 5 и Asphalt 8 работают без каких-либо проблем. Что касается Modern Combat 5, он действительно работает без каких-либо проблем. А вот что касается Asphalt, он лагает. Лагает так сильно, что кадры падают где-то до 20-15 кадров в секунду. С чем это связано? Я посмотрел в интернете. Такие проблемы начались после добавления в игру мотоциклов. То есть, если вам кто-то говорит в интернете, что Asphalt 8 работает без проблем, знайте, что проблемы есть. То есть, единственное, что... Ну, тут как вариант просто скачать старую сборку и поставить ее. Но Android TV очень сильно отличается от обычного Android. Здесь нельзя по классической схеме закрыть, допустим, приложения фоновые. Из-за этого иногда приходится TV-приставку перезагружать. Но я сниму видео, где расскажу, что нужно сделать при первой настройке Android TV. То есть, чтобы у вас никаких трудностей не было. Итак, ну, мы видим, что все работает очень хорошо. Это на минимальных настройках. И плюс вот то, что немножечко подлагивает, это из-за того, что у нас идет демонстрация экрана на компьютерах. Что еще вам показать? Asphalt. Давайте посмотрим YouTube. Как это, в принципе, все вообще делается. То есть, какой здесь YouTube? YouTube здесь, в принципе, такой же, как и на Android смартфоне. Но он сразу подхватывает геймпад. То есть, в принципе, в этом и плюс. То, что такие подлагивания, нам, наверное, уже, в принципе, можно остановить демонстрацию. Так, Dennis Major. Год с Nintendo Switch. Ну, вот, давайте запустим его ролик. Кстати, я купил себе Nintendo Switch. Скоро расскажу вам, что это за штука такая. Я предложу свою точку зрения, потому что она немножко отличается от того, что показывают другие видеоблогеры. И для примера можно взять пульт. То есть, здесь имеется пульт. Пульт точно такой же, как на смотрюшке. Единственное, что этот пульт еще поддерживает голосовой вот. То есть, вы при желании можете спросить что-нибудь, типа, покажи видео, как Собчак облил Жириновского. Но вот это самое такое новое, что мне предлагает сама Android TV приставка посмотреть. Потому что вверху, сейчас мы перейдем домой. Вверху, когда вы, к примеру, просто включаете TV приставку, вам вверху, вот в этом верхнем баре предлагается самое горячее из интернета. То есть, какие-нибудь там видосики Хованского про Ксению Собчак. Это, видимо, мне предлагается, потому что я такие похожие темы смотрю на YouTube. То есть, здесь есть раздел рекомендаций. Но это будет, когда уже будем отдельно обозревать Android TV. Вот почему сейчас YouTube закрылся, тоже такой момент. Значит, памяти не хватило. То есть, значит, все, запущена игра, запущен стримик, был запущен YouTube. И он его в фоне самостоятельно выключил. А вот так вот вручную, как мы с вами делаем на Android, просто свайпами из меню многозадачности, здесь, к сожалению, выключить нельзя. Итак, включаю звук. Так, всем привет. Я уже, на самом деле, смотрел этот ролик. Можем перемотать. То есть, здесь перемотка идет по кадрам. В принципе, то же самое было с матрешки. Ну, почему я очень часто ориентируюсь у матрешки? Потому что мне она очень нравится. Так, теперь поговорим о том, как у нас воспроизводится 4К. То есть, хотя я не понимаю, кто будет смотреть 4К. То есть, у меня 50-дюймовый телевизор в зале. Я все равно смотрю видео в 720p, то есть, которое скачают там с рутрекера. Но я просто не понимаю. Я еще раз говорю, я смотрел фейерверк. Там специальные сэмплы для телевизоров, чтобы в магазинах продажи ТВ ставить их на флешки, демонстрировать прелести 4К. Там видеоролик с фейерверками, который шел минуту-полторы, занимал что-то в районе полутора-двух гигабайт. Но это просто нереальный объем. То есть, ну, я не знаю. Вот я пока еще, видимо, не готов. Так, давайте подключимся к нашему накопителю. Еще есть один такой прикол забавный, что флешки вы можете подключать как внешние накопители, либо как расширители встроенной памяти. И то, что здесь показывается USB накопитель SanDisk, это на самом деле и встроенная память в ТВ-приставку, которая там 8 гигабайт написана. По факту вам доступно только 5 гигабайт чистыми. И папочка Temp находится во внутренней памяти, но, еще раз говорю, все объединяется в одну память. Итак, давайте посмотрим. 4К. Сейчас мы с вами, наверное, картиночку-то растянем полностью. Режим просмотра у нас растянутый 16 на 9. Ну, то есть 4К кушает вообще без проблем. Что от нее, наверное, и требуется. Это трейлер, по-моему, фильма Elysium. Да, рай не на земле, вроде так он назывался. Но суть в том, что я хотел закинуть что-то, что-то, чтобы посмотреть, но я не стал качать просто фильмы, которые весят по 40 гигабайт. То есть я понимаю, там в «Властелин колец» 25 гигабайт весит версия в 3D, чтобы в очках посмотреть. Но качать обычный фильм такого объема, даже больше я не представляю для себя целесообразным. Ну и, к сожалению, телевизор не 4К. То есть я тут просто демонстрирую типа бенчмарка, что оно запускается, работает. Эти сэмплы вы можете скачать с гугла, просто вбейте в поиски «сэмпл сайт 4К», и вам выйдет сайт, где просто предоставляются сэмплы для того, чтобы вставлять телевизор. Там где-то фейерверк, где-то мясо режут очень красиво, все показываются такие моменты. Поставил я сюда, получается, смотрешку. Ну, вы знаете, я люблю этот сервис, многие ругают меня в рекламе этого сервиса. Но я реально им пользуюсь уже 2 года, мне он нравится. Коди, естественно. Из игр RetroArch. Что касается самой консоли, ну, то есть ТВ-приставки, я говорю консоли, ну, реально, это ТВ-приставка-консоль. Я подключил сюда, получается, USB-маршрутизатор. И сейчас мы подключимся. Здесь у меня 2 геймпада. То есть, да, подключен геймпад Xbox One S и подключен геймпад Speedlink. То есть, действительно, можно подключить несколько контроллеров и можно вместе играть в игры. То есть, надо, самое главное, настроить эмулятор RetroArch, потому что он поддерживает работу. То есть, PlayStation 1 игр запускается без проблем. Добавьте сюда другие ядра, которые поддерживает RetroArch. И плюс, вот, ваша ТВ-приставка стала полноценным, полноценным таким медиа-игровым центром. И вот, смотрите, сейчас у нас с вами показываются рекомендации YouTube. То есть, что мне предлагается? Сделал огромные руки. А нас за что? Что-то про Россию, видимо, из-за того, что я смотрел политические фильмы про iPhone X. То есть, теперь, что там быть или. То есть, теперь мне предлагаются ролики. Вот именно в верхушке. Если, допустим, вы подключите учетную запись Netflix. К сожалению, Netflix у меня не работает, потому что закончилась подписка. Здесь также бы предлагались, к примеру, фильмы от Netflix. Вот. То есть, либо, если бы у вас была учетная запись Google фильмы, если бы вы покупали фильмы, вам также бы здесь что-то предлагалось покупать. Вы это можете отключить. То есть, это такое своеобразное меню многозадачности. То есть, то, что сейчас у нас запущено. Вот Quick Support подключен к моему компьютеру. И давайте посмотрим, как работает голосовой поиск с пульта. Что бы такое спросить? Что бы показать? Не знаю. Покажи видео про самолет. Так. 7 крушений самолетов. Что ты мне предлагаешь? Мне же ролик забанит. 10 крушений самолетов. Нет, я что-то не подумал. Почему выдается поиск с YouTube? Потому что, мы видим, ищите фильмы, сериалы и многое другое. То есть, сериалы, фильмы, это Netflix, а вот просто видео, это YouTube. Нет, что-то надо хорошее. Покажи веселые детские видео. Сейчас, момент. Покажи веселые детские видео. Просто, почему первый раз, что я не определил, я ладонью прикрыл микрофон. То есть, на пульту, соответственно, есть выход под микрофон, его можно закрыть рукой. Ну, нам предлагают всякие котятки. И, допустим, если мы отсюда нажмем play, то есть, я сейчас управляю уже испытанием с геймпадом, у нас автоматом открывается YouTube, и мы смотрим этот ролик. Также, ТВ-приставка поддерживает каст. То есть, если вы на своем смартфоне, планшете захотите отправить видео на умный телевизор, вот на телевизор Samsung, у меня помимо Samsung теперь вылазит... Так, сейчас я отключу звук, сделаю потише. Звук можно менять и на пульту. Если вы меняете звук на пульту, у вас появляется блок звука вверху. Если меняете на телевизоре, соответственно, ну, вы сами меняете телевизором. Вот. Теперь у вас есть возможность, как и на умный телевизор, и Samsung, или LG, также можете просто с телефона стримить видео на вашу ТВ-приставку, подключенную к телевизору без каких-либо проблем. То есть, по сути, вот эта ТВ-приставка, она делает то, что вы на свой телевизор, пускай даже стародопотопный, устанавливаете Android. Но, в отличие от того, что продавалось у нас раньше в России, теперь это Android, настоящий Android TV. И за счет этого разработчики могут себе позволить вставлять в железо, ну, такое более слабое оборудование, потому что Android TV, он менее ресурсоемкий по сравнению с обычным Android. То есть, ну, я надеюсь, я никого не запутал. Я записываю ролик во второй, третий раз, я просто не знаю, как это все преподнести. Но, я думаю, подписчики канала, которые смотрят меня давно, поняли, что я имею в виду. Ну, давайте Minecraft покажу. Я не знаю, почему, многие писали, напиши, покажи, как работает Minecraft на ТВ-приставке. Что, наверное, в принципе, говорит о возрасте моей аудитории в большинстве своем. Ну, давайте посмотрим. Мне тоже было интересно, как поведет себя Minecraft на этой ТВ-приставке. И, опять же, предугадывая ваши вопросы, Minecraft работает на минимальных настройках. То есть, все, что здесь запускается, все работает на минимальных настройках. Единственное, что не работает на минимальных настройках, это игрушка Bomber Squad. Типа некий аналог Bomberman для сетевых развлечений с друзьями. То есть, за одним телевизором, либо по сети интернет. И Asphalt 8 запускается на средних настройках. И в интернете говорят, что работает на средних настройках. Но это, скажем так, наверное, баг определения. Потому что, еще раз говорю, после обновления, где добавили мотоциклы, играть уже невозможно. Так, немножечко подлагивания. А, смотрю просто, да, это по-прежнему картинка стримис на мой компьютер. Но нет у меня карты захвата, ребят, извиняюсь. Куплю, исправлюсь, пока нет возможности. Купил Switch. И мне, думаю, еще придется продать свою почку. Потому что игры просто пипец, какие там дорогие. Вот, я серьезно говорю, Minecraft работает без лагов. И, в принципе, давайте мы уже реально закончим эту трансляцию. Сейчас просто перекроем Quick Support. Нажмем отключиться. Я вам покажу, что все будет работать хорошо. Закрыть соединение. Все, у меня на компьютере написано, что все выключилось. Так, этот Quick Support тоже отключился. И вот теперь можно нормально, без тормозов, поиграть в Minecraft. Покажу, как это все работает. Так, продолжить игру. И вот никаких лагов нету. То есть, точно бы так же мы с вами поиграли... О, лама. Точно так же бы мы с вами поиграли и в Dead Trigger без каких-либо задержек. Извини, пожалуйста, ты очень красивое животное, но мне очень хочется кушать. Прости, бараш. Прости, бараш, ты никогда не нравился мне в смешариках. Так, мое личное мнение. Если вам нужна ТВ-приставка для игр, лучше купить PlayStation TV. PlayStation TV Plus легко прошивается. Очень много игр уже. Все работает просто супер красиво. По графике почти что Xbox 360. Если вы хотите смотреть фильмы, подключать IP-телевидение, стримить что-нибудь. И я вам рекомендую купить ТВ-приставку Xiaomi. Тем более, на ней также есть игры. И в отличие, еще раз говорю, от монстров типа Nvidia, Tegra, Gamepad, ой, фу, как это, Game Pro TV-приставки, как-то Shield TV она называется. Она стоит двадцатку. То есть, ну, понятное дело, это стоит в четыре раза дешевле. Соответственно, с нее и меньше спрос. Ну, а с вами был Владимир. Еще раз напоминаю, что купон на скидку доступен в комментариях под этим видеороликом. Спасибо, что смотрели. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я собираюсь снять отдельный видеоролик по Android TV. Какие вещи нужно сделать при первой покупке, при первом запуске. Потому что, на самом деле, мне кажется, операционка Android TV еще несколько лет, как и обычно, Android будет дорабатываться. Потому что есть проблемы, есть неудобства, есть трудности, с которыми нужно бороться. Всем пока и до скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok